итак доброе утро доброе утро дорогие друзья всем привет и мы начинаем новую неделю всем хорошей недели варуха то дыной или на махаром шоколе бездару шаву а то хорошей недели и мы продолжаем изучать тору и сегодня мы дошли как раз до заповеди мы сегодня будем изучать заповедь которые так и называются заповедь по вливающей изучать тору самому и обуча тари других есть такая повелевающая заповедь то ли которая считается самой важной заповеди у сейчас то что я обучаю торе и изучаю тору это что вы изучаете тору и обучаете торе я надеюсь когда вы делитесь например вот этими уроками которые вам нравятся или поддерживать платформу воикра или любого равина то вы имеете долю в этой заповеди, да, то есть даже если вы сами не обучаете, но вы поддерживаете какой-то урок или какого-то раввина финансово, то именно распространение этого урока, то вы прямо как будто бы вы становитесь частью этого раввина мы как раз так и задумывали платформу ВАИКРА, что есть преподаватели Торы, мы им даем возможность обучать Торе и у них, у каждого появляются свои ученики, которые начинают распространять эти уроки среди своих друзей и знакомых или финансово помогают, чтобы мы через фейсбук рекламировали эти уроки чтобы их видели как можно больше евреев, евреи обязаны учить Тору и таким образом будет прям увеличиваться божественный свет в мире и мир перейдет на следующую ступень в своем развитии, а каждый, кто изучает Тору, он сам лично в своем внутреннем мире поднимается и переходит на следующую ступень в своем развитии становится светлым, чистым веселым, радостным, честным добрым и все, к чему ведет Тора как говорится, что Тора пути ее приятные то есть вся жизнь становится тогда приятная и хорошая вот, и для того, чтобы особенно влиять на приятность жизни та часть Торы, которую мы вначале изучаем в начале каждого урока мы изучаем книгу «Береди свою речь» потому что взаимоотношения с людьми они составляют я думаю процентов 80 от от счастья жизни, эмоционального состояния да и получается да, еще раз всем доброе утро ботиртов, шалом получается, что очень важно в первую очередь научиться что можно говорить, что нельзя и вот нам 18 пункт в этой книге Равзелик Плистин от имени Хафецхайма он нам сообщает так сведения о родственниках он говорит, смотрите запрещено говорить и слушать Лошонарад даже когда дело касается близких родственников а я добавлю именно когда касается ближних родственников потому что вот в этом грехе по моему наблюдению больше всего спотыкаются близкие родственники они почему-то думают особенно вот советское было воспитание такое, знаете советское воспитание это же была целая идеология целая идеологическая машина была да с целью угнетать человека чтобы он был управляемым то есть эти тоталитарные режимы они ставили свою внутреннюю целью в так человека воспитывать в интеллектуальном плане в эмоциональном плане чтобы он им было легко управлять и было принято на уровне государства и на уровне прям страны что критика это хорошо и все критиковали пропесочивали филитонили там я не знаю что они только не делали значит и это перешло и на семейные отношения когда люди очень поколение советского они очень критичны да они к себе критичны к другим критичны они выскивают недостатки выскивают врагов и почему-то они думают что и в семьях так надо общаться и это приводит к страшным последствиям люди у меня есть очень много знакомых которые именно в семьях они перестали общаться почему потому что именно в семьях они почему-то не сдерживали свое злоязычие а указывали друг другу на на их недостатки да как будто бы человек сам не знает о своих недостатках и не может взрослый человек сам решить что ему надо исправить себя а что нет в общем говорит нам Хафецкая и говорит нам эта книга береги свою речь что запрещено говорить и слушать ваша нора даже тогда когда дело касается близких родственников например вот идет двоюродный брат Шауля тут приводится пример и он учится у господина Берковича и вот этот Шауль встречает господина Берковича этого на улице учителя и ему говорит ну как там Шауль учится как и вот этот учитель он должен подумать так зачем этот двоюродный брат интересуется что он хочет сделать он хочет он поможет что ли ему учиться да нет вроде они одного возраста одного авторитета то есть он просто так в разговоре спросил если я сейчас ему скажу что что-то ну какие-то у него есть проблемы в учебе все это будет чистого вида лошонара которое запрещено и говорить и слушать поэтому поэтому нам рекомендуют рекомендуют нам мудрецы сказать так вы знаете я придерживаюсь принципа не обсуждать дела своих учеников в частных разговорах если это обсуждение не может принести конкретную и практическую пользу вот так вот надо ответить теперь давайте разберемся вообще еще раз нужно ли близким людям близким людям или не близким людям указывать на их недостатки или не нужно однозначно Тора говорит что не нужно потому что потому что это людей обижает и это запрещено потому что если человек мог бы легко исправлять свои недостатки то тогда он бы их исправил но если мы возьмем очень когда-то мне прям запомнилось есть такая книга называется она как приобретать друзей и оказывать влияние на людей написал ее Дэл Корнеди и как-то пришел Раварье Кацин в Америки такой есть раввин очень умный такой хороший известный раввин и он у него была школа для мальчиков школа для мальчиков и это была еврейская школа с религиозными предметами для русскоязычных семей которые эмигрировали в Америку и там преподавали Тору и общеобразовательные предметы и пришел Раварье Кацин Рав был главный самый великий того покорения раввин Америки Рававрам Паам его звали и он ему говорит скажите пожалуйста вот что вы посоветуете изучать с мальчиками вот если это не Тора то что по важности на втором месте и он сказал говорит изучайте книгу Дэл Корнеди как приобретать друзей и оказывать влияние на людей и там есть первая глава первая глава которая называется вот первый закон Дэл Корнеди говорит это самый важный закон в коммуникации вот важнейший номер один это прям можете открыть книгу первая глава первая глава называется так не жалуйся не критикуй и не обвиняй и он там доказывает прям как дважды два он доказывает доброе утро что жаловаться критиковать и обвинять не помогает в принципе это яд который уничтожает отношения дружбу любовь семьи и все и он это доказывает очень просто он говорит что смотрите и вот говорит преступник да там в Америке преступник убийца который когда его полицейские спросили документы он расстрелял одного раз расстрелял второго там это были полицейские которые ну отцы у всех семьи дети потом его поймали этого преступника и он значит этот преступник я сейчас помню его не поймали его окружили там стреляли он написал прям предсмертную записку и он написал так в моей груди бьется большое доброе сердце и никогда никому в жизни не причинил зла и Корнеди говорит если преступник который убийца он считает себя добрым человеком никому не причинившему зла если в тюрьмах проводили опрос и люди которые там сидят они говорят что мы не виноваты это ошибка нас осудили строже мы не виноваты и так далее так неужели же неужели же неужели же говорит вы думаете что человек которому вы делаете замечания он не найдет для себя оправдания конечно он найдет для себя оправдания но неужели вы думаете что человек которому вы делаете критикуете он сам не знает, что ему делать в жизни. Он знает. Единственное, что вы добьетесь, это то, что ему будет обидно. Он найдет себе оправдание и или вслух, или про себя он будет точно так же критиковать вас. И это есть закон этот, выражен еще хорошо у царя Соломона. В Мишле мы учили. Как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркало, так сердце человека отражает твое к нему отношение. Получается, что если я кого-то критикую или обвиняю, то в ответ, это же как зеркало, то я его критикую и обвиняю, в ответ он будет критиковать и обвинять меня. Это как бы очевидно. Когда вы улыбаетесь человеку, он улыбается. Когда вы на него замахиваетесь, он в защиту и тоже замахивается. Все. Значит, эту привычку нужно искоренить очень прямо жестко у себя, потому что по уровню нарушения запрета в Торе злоязычие, оно намного опережает запреты питания. Например, если человек ест свинину, то там в 7 раз в Торе указывается не кушай свинину. Разными такими какими-то намеками. С разных сторон. А про лошон раз злоязычие 17 раз. То есть, понятное дело, что, конечно, надо остерегаться как огня. Говорить плохие вещи, думать и думать плохие вещи. Кстати, Любович Стереба, он говорил, что думай хорошо и будет хорошо. То есть, когда ты думаешь хорошо, когда ты как будто бы опять же с этим же с этим зеркалом ты разговариваешь. Вот смотрите, вот Александр Сергеевич Рыбальченко, он повторяет сплетню, которая ходит по интернету. И эта сплетня, вот это яркий пример. Давайте про Корнедя, я вам покажу, как работают сплетни. По интернету ходит совершенно глупая, бессмысленная сплетня с целью опорочить профессию профессию тренера, педагога, человека, который обучает в краткосрочной форме. Есть сейчас такая форма обучения, которая принята везде. Называется бизнес-тренер. Я как раз представитель этой профессии. Все крупные компании мира, начиная уже с 50-х годов, есть официальная должность. Бизнес-тренер, тренер по обучению навыков и так далее. Институт Делла Корнеди это франшиза, которая существует в 50 странах мира. И, значит, есть институт Делла Корнеди и так далее. И ходит по фейсбуку какая-то сплетня, что вот Делл Корнеди умер в одиночестве. Конечно, он умер в одиночестве, потому что Делл Корнеди, когда он умирал, он болел очень опасной инфекционной болезнью, которая очень исказила его лицо. Люди старые, они умирают. И сейчас иногда умирают люди от ковида и к ним не пускают родственников. В то время он болел инфекционной болезнью, при которой было опасно с ним общаться. у него была семья, у него были дети, он оставил десятки миллионов долларов наследства своей семье. Понятное дело, что он был один из самых великих людей вообще последних поколений, можно так сказать, в профессиональном плане. Его книга, если взять по миру, сколько была издана эта книга, она на втором месте после Библии. Ну, как может человек, который... И Толстой, кстати, умер один, вы знаете. Да, Толстой тоже умер один. Ему было по 90 лет, он, значит, убежал куда-то, ехал куда-то на какой-то станции, заболел воспалением легких и умер на этой станции. И что это доказывает? Вообще ничего. Это просто сплетня с целью опорочить даже не тех людей, которые там указывались в Корнеди, еще какие-то там назывались фамилии Монтифиори, там, тренера и так далее. А это была просто сплетня с целью опорочить представителей какой-то профессии. Вот, ну и что вы теперь скажете? Ну и что? Так что, если, например, какой-то врач повесился, так теперь к врачам не ходить. Если какой-то из, там, я не знаю, поваров, он сошел с ума или стал гомосексуалистом, так теперь не надо поваром становиться. Ну, понятно, это вот яркий пример, как работают сплетни, ярчайший пример. Почитайте просто. Самый простой способ проверять факты, это набрать в Витипедии фамилию, там, например, Делл Корнеди и в Витипедии прочитать про его жизнь, про его смерть, про его гениальные книги, про которые до нас дошла всего одна книга, а он написал несколько книг. Одна из его книг называется, которая не издана была на русском, «Неизвестный Линкольн». Он изучал очень глубоко биографию Авраама Линкольна и выпустил замечательную книгу «Неизвестный Линкольн». То есть, в Корнете был великий человек, создавший великую систему. Хорошо, вернемся о законам Торы. Тора нам запрещает категорически передавать сплетни, добавлять к этим сплетням, и даже если мы уверены, что это правда, то в 99% случаев сказать вещь, которая позорящая, которая неприятная, которая унижающая человека, тоже запрещено, даже если это правда, даже если мы видели своими глазами, и вот мы, есть несколько исключений, буквально несколько, и смысл всех этих исключений в том, чтобы принести пользу. То есть, если твое намерение в рассказе негативном про какого-то человека принести пользу, да, значит, то только в этом случае можно это сказать. Да. Очень рад, Александр Сергеевич, что восстановил хорошую репутацию, действительно, очень доброго, полезного человека, потому что его книга, я уверен, принесла огромную-огромную пользу миру, вообще невероятную, и те люди, которые действительно перестали критиковать, жаловаться, а начали искренне хвалить, начали по Деллу Карнеди улыбаться людям, начали интересоваться людьми, да, то я думаю, что та польза, которую он принес, то добро, которое скрыто в этой книге, оно реально колоссальное. Хорошо. Все, двигаемся дальше. 14-я, 14-я, вернее, так идет, мы же изучаем одновременно две книги, первую часть урока мы изучаем книгу, которая называется «Береди свою речь», а вторая часть урока мы изучаем книгу, которая называется «Краткая книга заповедей», и в которой Хафетсхаем изложил те заповеди, которые актуальны в наше время, то есть есть Тора, Тору получил Машерабейну Моисей на горе Синай, он получил Тору, поднялся, спустился со скрижалями, увидел золотого тельца, разбил скрижали, поднялся второй раз на, уничтожил тельца, поднялся второй раз на гору Синай, 40 дней молился, просил прощения за себя, за еврестия народ, за все, и Бог его простил, он спустился со вторыми скрижалями, на которых были выбиты 10 заповедей, которые стали основой вообще морали у всего человечества, 10 заповедей, которые получены были в Торе, значит, это основа, но кроме этих 10 заповедей, есть еще 603 заповеди, которые на скрижале к ней были указаны, а которые Машерабейну получил от Всевышнего в, как сказать, он присоединился к Богу, он был проводник, он не был человеком в нашем с вами понимании, он был пророк, но почему он был пророк, который отличался от всех пророков, пророки, они заходили в состояние пророчества и выходили из него, заходили и выходили, Машерабейну не выходил, после горы Синай он уже не выходил из этого состояния, и он постоянно был на контакте с Богом, поэтому, поэтому Машерабейну, значит, был пророк всех пророков, и он записал на себя Тору, потом 40 лет в пустыне он обучал Торе еврестий народ, И записал письменную Тору, это свиток был, пятикнижие, то, что является письменная Тора, и устную часть Торы, разъяснение письменное, он передал Юшуа своему ученику, Юшуа передал старейшину, ну и так далее, то есть он передавал всему народу, все учили Тору, 40 лет был такой длинный-длинный урок Торы, самый длинный урок Торы был 40 лет. Без остановки они учили Тору, питались маном, находились в пустыне, отрезанной от всех влияний, и 40 лет они прямо поднимались на вот эти вот духовные ступени. Теперь из 613 заповедей на сегодня актуальные, повелевающих 77, запрещающих 194. Их овыцкаем в книге своей, их все перечислил и объяснил. Вот сегодня мы дошли до 14 заповедей, которая называется «Заповедь, повелевающая изучать Тору самому и обучать Торе других». То есть есть конкретная заповедь в Торе, которая считается, сейчас мы поймем, почему она считается самой главной заповедью, представляете? Самая главная заповедь, она даже важнее, чем заповедь, в которой первая у нас была, знать, что есть Бог. То есть знать, что есть Бог, это заповедь, знать, что Он один, это заповедь, любить Бога, это заповедь, бояться Бога, это заповедь, ходить по Его путям, это заповедь, освещать имя Всевышнего, это тоже заповедь. То есть есть много заповедей. Тфилин одевать, где все это записано на руку и на лоб, мизузу писать. Но заповедь, повелевающая изучать Тору и обучать Торе других, самое важное. Почему? Давайте узнаем. Значит, смотрите, сказано в Торе, в Эдибар Табам, и говори этими словами, и обучай этим словам, передайте слова своим сыновьям. То есть, нужно слова Торы передать своим сыновьям. Как ты можешь их передать сыновьям, если ты сам лично не знаком с ними? То есть, понятное дело, что ты должен изучать Тору. Слова Торы должны звучать в устах еврея четко и ясно, он не должен запинаться, произнося их. То есть, ты должен их настолько хорошо знать, чтобы это было твое внутреннее состояние, это было твое как программное обеспечение. Мы изучали в Мишле, в притчах царя Соломона, написано так, что укшартам, там написано так. Сейчас. Кшартэм аль гаргаратэха, катвэм аль луахлибэха. Значит, написано там так. Что напиши их на скрижалях своего сердца. То есть, слова Торы нужно записать на скрижалях своего сердца, в своем подсознании, в своей, знаете, вот этот жесткий диск, долговременная память. Там есть у человека все, что он знает. Вот у каждого из нас есть внутри набор знаний о себе, о жизни, о мире. О, значит, о себе, о жизни, о мире, обо всем. Вот у человека есть набор вот этих вот информационных таких пазлов, да. То есть, у каждого есть набор этих информационных пазлов, которые откуда взялись? Откуда-то. То есть, каждый человек получил, тут газету почитал, тут объяснили, тут крошка сын к отцу пришел и спросил о кроха, тут газету почитал еще одну, тут в интернете подтянул что-то, да. И, значит, сегодня как раз будет в Нюрнберге, в синагодии, живой урок мой. Приходите, будет практическая мудрость Торы в синагодии, в Хаббатской синагодии, в Нюрнберге. Так вот, значит, и все это находится где? Нам сейчас понятно, можно сказать, на накопителе, да, жесткий диск. Значит, и если записать слова Торы на этот накопитель, на жесткий диск, то слова Торы, они тебя соединяют с Богом, с источником знания, с источником мира. Теперь, ну как эти слова Торы записать на свой жесткий диск, да? Учить, изучать Тором. Написано так, ты должен их изучать, ты должен их повторять. И, пускай, будет он беден или богат, молод или стар, даже если он обременен тяжелыми заботами или живет подаянием, даже если он милости не просит, еврей все равно обязан установить определенное время для изучения Торы и днем, и ночью. Как сказано, и трудись над ней, и днем, и ночью. Есть в книге Юшоу такие слова. Еврей обязан изучать Тору вплоть до последнего дня своей жизни, ибо сказано, «И чтобы не ушли они из твоего сердца во все дни жизни твоей». Значит, то есть, до конца жизни человек вообще, он не может не думать. То есть, у человека так устроен мозг, что он постоянно должен, не должен, оно происходит само по себе. Значит, вот идет, идет в голове постоянно у человека мыслемешалка. Теперь у обычного человека эта мыслемешалка состоит из тех информационных пазлов, которыми он нахватался в разных местах. К сожалению, если мы посмотрим результат, который выдается этим мышлением, то результат, он у большинства людей, даже самих этих людей не устраивает. Представляете, какая вообще парадокс. То есть, все люди в мире думают о том, как улучшить свою жизнь. Теперь спроси у человека, как у тебя дела? Вообще ужас, 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 ужас. Большинство ответят, что им плохо. У кого-то проблемы со здоровьем, значит, их информационные пазлы о здоровье не сработали. У кого-то проблемы с семьей, у кого-то с деньгами, у кого-то и с семьей, и с деньгами, и с здоровьем. И так далее. Что это все значит? Это значит, что те информационные пазлы, с помощью которых ты принимаешь решения, и смотришь на мир, и строишь свою жизнь, они не работают. Теперь, но без них тоже невозможно. Так что нам предлагает Всевышний Бог? Бог нам предлагает заповедь, повелевающая изучать Тору самому и обучать Торе других. То есть, когда ты берешь эти знания у пророков, конкретно Машера Бейну в Торе, полностью от имени Всевышнего рассказал, как делать все, как строить семью, как заниматься бизнесом, как воспитывать детей, каким образом, ну и так далее. Все. Когда ты вставляешь эти пазлы Торы, и сквозь них ты смотришь на мир, и ты принимаешь решения, и ты говоришь этими пазлами, и ты используешь их для принятия решения, в этот момент твоя жизнь становится чистая, светлая, полностью связанная со Всевышним, и ты знаешь конкретно, что делать. Потому что нельзя знать, что делать, что есть заповедь, а что не заповедь, что грех, а что не грех, что где ты, где добро, где зло. Нельзя это узнать без того, чтобы знать Тору. Поэтому эта заповедь действительно, она самая главная. И мы завтра еще более подробно поговорим о том, как это работает, как правильно изучать Тору. То есть мы посвятим этому еще несколько, я думаю, уроков. Потому что, раз это самая главная заповедь, нужно очень четко разобраться, как ее выполнять. И поэтому мы посвятим еще несколько уроков. И в конце я хочу рассказать маленький-маленький-коротенький рассказик, буквально шесть строчек, про Равыцкая Казильбера. Значит, называется «Рассказы от нежди». Рассказывает Рав Даниэль Брохин, который был один из его учеников. Он говорит так. Равыцкая Казильбер часто любил повторять рассказ о Риувене, который пошел помолиться, когда братья продавали Юсефа. И возвратился тогда, когда Юсеф уже был продан. Эта история, рассказанная Равом, помогала понять, если ты видишь, что другой человек в опасности, то сразу беги и помогай ему, не жди. То есть это очень интересно. Вот мне лично, Равыцкая Казильбер, все годы, что я у него учился, каждый раз, когда я к нему подходил или мы где-то пересекались, он меня вот так брал за локоть и говорил, не надо спешить, не надо спешить, не надо спешить. То есть у меня есть вот эта черта, я очень быстро принимаю решения и часто спешу. А вот, например, Даниэлю Брохину, он говорил, не жди, не жди, не жди, то есть действуй. Он каждому находил, он знал точно, кому что нужно в себе добавить, усилить. Так что все, дорогие друзья, всем до завтра. До завтра и с Божьей помощью завтра продолжим изучать про заповедь изучения Торы и будем изучать дальше, как не слышать, не слушать и не говорить злоязычие. Все. Удачи, успехов, хорошего дня, хорошей недели. Всем здоровья, счастья и благополучия, которое можно получить только изучая Тору и понимая, что ведет к здоровью, а что ведет к нездоровью, что ведет к счастью, а что не к счастью. Потому что иногда человек говорит кому-то критику, надеясь, что сейчас вот прямо все исправится. А ему в ответ молотком по голове. Если бы он знал, что критику нельзя говорить, он бы, конечно, остался жив. Все. Счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!